Не последнюю роль в образе современной женщины играет, конечно же, и ее аромат, а порой даже и главенствующую, я бы сказала. И поэтому вопрос, как пахнет женщина, чем она пахнет. Конечно же, я думаю, этот момент, когда мы встречаемся с женщиной, и бывает порой аромат настолько привлечет, что ты эту женщину никогда не забудешь вообще в своей жизни. Хотя внешне она, может быть, тебя даже ничем и особо не привлекла. А нос так и будет искать ее. Именно так. Где-то потом, почувствовав этот знакомый аромат, сразу в главе будет ассоциация с конкретным человеком. Ну и поговорить об ароматах. Мы сегодня пригласили специалиста в своей области, Оксану Хорошилову, руководителя магазина элитной арабской парфюмерии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот сегодня вы представляете магазин элитной арабской парфюмерии «Султан», но прежде всего хочется, чтобы поближе познакомиться с ним, узнать, в чем уникальность арабской парфюмерии, как таковая? Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы сказать, что арабские духи, они намного старше, чем духи на спиртовой основе. Эти ароматы создавались на протяжении многих тысячелетий. Эти ароматы только на натуральных компонентах, то есть без содержания спирта. Это эфирные масла. Поэтому, покупая флакончик глубоких и стойких арабских духов, вы в первую очередь делаете достойный вклад в поддержание своего здоровья. Это немаловажно. Учитывая натуральные компоненты, любые аллергические реакции на кожу просто исключены. Также в составе этих духов присутствуют природные афродезиаки. Это мускус и амбра, поэтому со стороны, вниманием, со стороны противоположного пола вы точно не будете обделены. Арабские духи считаются самыми стойкими в парфюмерном мире. Масло, оно впитывается в кожу, а не испаряется, как спирт. Ну, и поэтому, следовательно, духи держатся намного дольше. Следовательно, хотелось бы сказать еще об одном интересной особенности этих духов, о состоянии покоя. Если вы практически не двигаетесь или расслаблены, аромат ослабевает. Как только вы начинаете двигаться, тем самым температура тела вашего повышается, аромат пробуждается и начинает звучать с новой силой. Каждый аромат арабских духов, он по-своему уникален именно своей выразительностью, уникальностью, своей силой распространения, своим составом и стойкостью. Поэтому мы всегда настаиваем на том, чтобы каждый хотя бы раз в жизни попробовал этот парфюм. Он никогда не оставит раз равнодушный. Ой, я же готова сейчас купить, и, наверное, только за то, что красиво очень. Футляры сейчас показаны вам. Скажите, пожалуйста, какие виды арабского парфюма представлены именно у вас? И говорят, что, ну, попробовав однажды, мы уже поняли, что к ней придется вернуться. А в чем причина еще, да, арабская? Ну, хотелось бы сказать о видах. У нас в магазине представлена очень большая коллекция ароматов, которые удовлетворяют, в принципе, самый взыскательный вкус. В продаже имеются не только парфюмерные масла, о которых мы говорили раньше. Есть также спреи. Это наиболее привычная и удобная для европейской женщины форма выпуска духов. Спреи также являются очень стойкими и шлейфовыми. Есть более бюджетные варианты. Это стойкие масляные роллеры. Ну, как правило, это карманный вариант, скажем так, объемом 3, 6 и 10 мл. Есть очень интересная серия по знакам зодиака. Парфюмеры разработали, исходя из особенностей каждого зодиакального созвездия, особенный состав для своего масла. То есть для каждого знака зодиака есть масло. Как интересно. А вы так на память не помните, что для кого подходит? Нет, там сложные композиции, поэтому сочетание этих композиций я не могу однозначно сказать. Ну, для любой женщины, наверное, эстетическая составляющая тоже занимает не последнюю роль. И, как вот упомянула ранее Ирина, действительно, внешний вид, он поражает воображение, такая красота. Из чего создаются эти флаконы? Они, насколько я знаю, действительно уникальны и неповторимы. Да, отличительной чертой всей восточной парфюмерии однозначно является это красивый и богатый дизайн флаконов. Флаконы всеручной работы. Они украшены стразами, украшены горным хрусталем, жемчугом, бисером, деревом. Это настоящее произведение искусства. Они, поэтому, приобретая флакончик этих духов, еще хотелось бы сказать, что, в принципе, и так видно, насколько роскошные эти духи. Конечно. Мне кажется, это подобно приобретению дорогого украшения. Да, они, как бы, в принципе, передают всю вот эту роскошь, великолепие этого Востока. Скажите, а вот что отличает именно элитную арабскую парфюмерию от арабской парфюмерии, в принципе? Цена. Цена. Ну, а компоненты? Что-то еще совместное? Нет, в принципе, это одно и то же. Это вот что, я как говорила про бюджетные роллеры, это тоже масло, только это более роскошные флаконы, это более такое... То есть здесь как раз идет за оформление? Да, конечно, да, конечно. Оформление за оформление. Ну, вот такой подарок, мне кажется, порой может быть расценен женщиной даже гораздо более ценным, нежели очередные серьги или браслет. Или в сравнении с духами из масс-маркета. Скажите, пожалуйста, а существуют ли рекомендации, как правильно носить этот парфюм и наносить его на себя? Да, парфюм, правила нанесения парфюма очень важны. Во-первых, парфюм, масляные духи всегда наносятся только на чистую кожу. Духи наносятся на зоны пульсации, и именно они являются самыми теплыми местами на нашем теле, поэтому аромат на них раскрывается более интенсивно. Ну, что такое зоны пульсации? Это запястья, локтевые изгибы, сонная артерия, виски. Еще хотелось бы отметить, самая распространенная ошибка является растирание. Растирание места, на которое только что был нанесен аромат. Это вот так это обычно сюда делается? Да, и начинает, да, вот таким образом. Это может повлиять на нарушение стойкости парфюма и на нарушение всей парфюмерной композиции. Ну, естественно, нужно быть более аккуратным, чтобы масло не попало на предмет одежды. Все-таки это масло, и оно может оставить не очень приятный след на ней. Ну, которое, к слову, даже отстирается. Ну, и что ж, мы подошли к такому интригующему моменту сегодня. У нас на протяжении всего эфира со зрителем происходит интерактив, и мы знаем, что вы тоже приготовили небольшой сюрприз от магазина элитной арабской парфюмерии Султана. Расскажите, пожалуйста. Да, мы хотели бы сегодня разыграть вот такой вот масляный роллер, да, о котором я говорила. Очень приятный, восточный, мягкий аромат. Я думаю, он должен понравиться. Пахнет даже от коробочки, да. Настолько интенсивный, да, яркий. Его надолго ведь хватит, как я понимаю, за счет концентрации такой вот. Да, это дозированные роллеры, то есть вы не сможете нанести больше положенного. А вообще, если брать такие масляные флакончики, то там достаточно пару капель, чтобы наклухать весь день. Переусердствовать не надо. Что ж, спасибо вам большое. Мне не терпится отвезти на следующую рубрику для того, чтобы подпишать к стойке и, наконец, начать вкушать эти ароматы, пробовать и наслаждаться. Большое вам спасибо. Сегодня в студии у нас была девушка с прекрасной фамилией Оксана Хорошилова, руководитель магазина элитной арабской парфюмерии Султана. Дорогие друзья, который раскрылся, открылся по адресу проспект Карла Маркса, 169. Обязательно загляните, ведь парфюм для нас и играет огромное значение. Ну а мы, дорогие друзья, сейчас прерываемся и предлагаем вам немножко попутешествовать, в какую страну глильт город. Нашей страной отправиться в этот раз, расскажем далее. Продолжение следует...